Когда все уже заканчивается, остается только надежда. Вот поэтому мы также живем надеждой. И Махапрабху показал нам, что такое надежда. Он лепар Васудев, который... Нет, не Васудев, Чопал Гупал. Чопал Гупал, он был тантриком и поклонялся материальной энергии. Вот когда в доме Шиваса Такура был Киртан, Чопал Гупал очень завидовал байшнавам, что его не пустили увидеть Киртан Гауранге. И он подумал, ну просто распускать какие-то слухи, это одно дело. Но если я попробую подложить под нос вином, мясом, панчататва. У нас панчататва, а там тоже есть панчататва. У нас панчататва, шикришна, чайтаня, прабхуни, тананды, швед, виты, гада, адхар, шивасадди, гуру, бактавринда. А в тантре панчататва это петатв. Мамса, мацария, маду, вино. Короче, секс, драк, с рок-н-ролл. По-русски, да? Ну это панчатататра. Ну вещи, только там еще две каких-то. Ну вот. И что такое тантра? Тантрики, они говорят, мы являемся пороком. Тантра же очень хитрая штука. Там не так вот, как у нас, там типа бухаешь и все. А там сказано, я это живое существо, которое пришло в материальный мир насладиться. Эти вещи, как плоть, плотские наслаждения, опьянение. Это все не более, чем иллюзия в иллюзии, да, тень. Поэтому тебе, мать Кали, я все это предлагаю. И как бы, понимаешь, да, как хорошему сыну ты мне должна дать все эти возможности наслаждения. Потому что если я удовлетворю все свои желания, то тогда у меня будет желание жить духовной жизнью. Там такие всякие хитрые схемы в тантре. Там не все так просто. Там целая философия вокруг этого, да. То есть, что я вот, ну, понимаете, как у всех материалистов. Я помню, встретил одного материалиста. Я говорю, ну, а сейчас у вас как известно еще. Он такой, у меня, говорит, новая диета, чисто мясо. Типа я вот, ну, понимаешь, да, там, типа я на новую диету сел. Ем только мясо. Сейчас диета такая. Слежишь, даже живешь только плоть. И такое, да, как демоничные существа, да, которые думают только о себе. А Мактимон говорит, ты не думай о себе, думай о благе других. И вот Чапал Гопал, он подкинул Шивасу Такуру остатки парафиналии поклонения Калия, чтобы сказать, ну, они там, все эти крики и песни, это не Харе Кришна Киртана ночной гурангой. Это они там оргиями занимаются. Ну, как обычно, да, там, секта, кришнаита, там, чем вы там занимаетесь по ночам. Ну, вот, мы же знаем. Ну, вот. И этот Чапал Гопал, он подбросил на порог дома Шиваса Такура, а вино, ну, остатки все-то тантрической пуджи. И, естественно, люди на улице, которые были, они увидят утро, да, на пороге дома, как бы остатки там пробуханные какие-то там стаканы, еще что-то. И Шиваса Такура вышел на порог своего дома, он увидел, и он подумал, ага, кто-то подкинул мне все эти парафиналии, чтобы осквернить меня. Но Шиваса Такура, он не стал говорить, нет, нет, это не я, я это не делал, я на самом деле хороший, я кришнаит, я чисто махамантру воспеваю, у нас тут все вегетарианское, ну, вот, пойдите, проверьте. Он сказал, люди добрые, посмотрите, кто я такой на самом деле. Потому что оскорбители всегда скажут, а нормальные люди скажут, да нет, нет, естественно, мы знаем, что это все левак. Поэтому Шиваса Такура не стал себя защищать, он сказал, наоборот, люди добрые, посмотрите, что я сделал. И естественно, оскорбители всегда остались, типа Чапала Гопала при своем мнении, но праведники и те, кто уважали вайшнавов, они сказали, конечно же, мы знаем, что вайшнавы это не их фишка. Вот, поэтому это все подкинуто злоумышленниками. И Чапала Гопала, после этого он заболел проказой. И у него там черви стали есть его тело. И он неоднократно видел Махапрабу, и Махапрабу ему сказал, что это только начало, дорогой друг. За оскорблением вайшнавы это только начало, что с тобой будет происходить. Он говорит, что тебя будут миллиарды жизней сжать черви. Просто сейчас тебя еще покажут, здесь живут черви, это только маленькая тренировка. Тебя ждет гнойная река Вайтарани в аду, и черви будут сжать тебя миллионы жизней. За то, что ты сделал с Шривасом Такуром. И Чапала Гопала был в шоке. В конечном итоге, естественно, как прокаженного выгнали из деревни. Он жил на выходе Калерганджи, где Читания Сарасла Атмат находится. Там он бродил. Калерганджи это была не заселенная территория, это был подъезд к Новодвипу. Но он жил там на Калерганджи, бродил, питался какими-то объедками, чем-то. Ну что ему там, бросали люди, они даже не могли прикоснуться к нему. И так Чапала Гопала, он гнил, из его тела вываливались черви, черви сжали его заживо. И ужасная проказа, ужасная болезнь, прокаженная, сгнивший нос, глаза. И Чапала Гопала, то есть ты писаешь, что ты их живой труп. Это просто вопрос времени. И когда Горанга Махапрабху принял саньясу, он три дня блуждал в Радададеше. И когда он блуждал в Радададеше, он проходил мимо Калерганджи, на Новодвипа, того места, где шли читания Савасла от Матры, там Чапала Гопала упал, упал перед ним. Он сказал, о Господь, когда ты явил свою трансцендентную лилу, я ужасный материалист, я не мог это оценить. Но я знаю, что ты сам Всевышний, который явился здесь, чтобы спасать всех живых существ. Посмотри на меня, мое тело исполнено проказа и всего прочего. Прости меня. И Чапала Гопала упал таким образом перед Махапрабху. И Махапрабху, когда думал о том, что приняли саньясу, он думал, как люди совсем материстичны именно в Новодвипе. Поэтому, когда я проповедую санкирты, они не понимают этого. Все почитают саньясу как авторитетный ашер в Индии. Поэтому индусы поклоняются саньясу. Если я просто приму саньясу, люди будут поклоняться мне как саньясу. Хотя бы поэтому они получат сукритие, соприкосновение со знанием Кришны. Махапрабху принял саньясу. И Чапала Гопала обратился к нему с молитвами. И Махапрабху сказал ему, что я не могу тебя спасти. Но если ты покаешься и попросишь прощения у Шиваса Такуру, которого ты оскорбил, и он тебя простит, тогда я тебя приму. Не помню, как это произошло, но в итоге Чапала Гопала получил прощение. Махапрабху получил прощение в Калерганджи, на Вадвипе, аппарат Банжен Пати. Это там, где наш храм находится. И Шиваса Дамахараш всегда говорил, что здесь, в этом месте, прощаются все оскорбления. И он говорил, что в этом мире множество людей оскорбительны, но мы наиболее удачные. Потому что наше место, это Калерганджи, место, где прощаются все оскорбления. Наше видение закрыто, потому что мы, по большому счету, на протяжении многих жизней совершали оскорбления. И такова наша природа. Продолжение следует...